девочки доброе утро у меня завтрак сегодня будет вот такая вот гранола я ее развожу с молоком и йогуртом сейчас покажу вам как я насыпала вот этой пачки не хватает на 4 порции соответственно я разделю здесь 250 грамм в пачке разделю на 4 и так посчитаю калорийность в общем насыпаю добавляю ложечку вот так вот йогурта можно даже так полторы ложечки так йогурта белого молоко это полтора процента молочку так вот молока добавляю так как я люблю сладенькое и пока с йогуртом сладкий а не с белым йогуртом еще добавляю фит-парад но здесь я буду сейчас по вкусу добавлять чтобы не было приторно вот половинку размешиваю пробую и все граноли нужно настояться поэтому я сейчас ухожу занимаюсь своими делами а потом по съемству и гранолу и выпью кофейку и конечно вкусно с каким-нибудь клубничным йогуртом но у них у всех жирность сахара внутри жирность другая и возносит там много углеводов из сахара поэтому лучше с белым йогуртом просто подпластись вот такой вот у меня будет завтрак плюс кофе я кофе всегда считаю в конце дня сколько раз я пью прибавляю молоко калорийность молока калорийность кофе в общем всего что там есть это я обычно просто вот плюсую в конце дня вот и все так я кофе на самом деле 4 чашки пью я просто каждый раз он не вижу смысла показывать чашку кофе причем она очень вкусненькая нежная не жирная совершенно печеночная колбаска вот и чаек вот такой у меня перекусик когда захотела кушать еще обед не приготовила надо готовить обед так мой обед это макароны твердых сортов пшеницы здесь прям немного почему-то на камере кажется что прям много много так на самом деле это вообще прям крошечка грудки положила побольше потому что я ничего не успела приготовить я так сегодня зашиваюсь время три часа дня я вообще хоть села есть и то слава богу сделала себе соус рассказываю это белый йогурт чесночок и тертый соленый огурчик основе белого йогурта не жирненько и томатный сок вот такой у меня обед собранный из того что было не успеваю не приготовить ничего прям бегом-бегом сегодня все срочно надо делать одну работу и не могу даже выйти из-за машинки короче говоря поэтому вот так на вечер все это по-любому надо приготовить потому что не для семьи нечего покушать не для меня девчонки это мои самые любимые продукты которые позволяют экономить на жирности и калорийности смотрите белый йогурт в отличие от сметаны имеет небольшую процент жирности конкретно вот этот вот просто квашена по моему 2 до 2 и 7 в отличие от сметаны даже десятипроцентный при этом он очень легкий на вкус как сметанка кисловатый мне очень нравится добавлять его в суп делать на нем соусы и все такое молоко полтора процента можно даже но если вы просто любите например кофе с молоком у нас обезжиренное найти достаточно сложно поэтому я беру полтора процента йогурта смотрите я взяла поэкспериментировать слабо да йогурт и 0 процентные написаны здесь в общем-то говоря на 100 граммов смотрите на 100 грамм калорийность 73 килокалории здесь 66 килокалорий при этом вот этот сладкий с клубникой и мятой здесь сахар 13 8 грамм но как бы это наверное так да ну примерно так же как углеводов а здесь сахар 9 и 8 грамм тоже примерно как углеводов то есть конечно же не содержится сахар это очень 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 плохо 100 граммах его очень много поэтому я взяла его также чтобы с гранулой есть но я буду тоже его разбавлять обязательно пополам молоком потому что но извините 8 грамм сахара на 100 грамм это много но с другой стороны 100 грамм я не добавляю как раз где-то грамм 50 и разбавлю молочком вот дальше фит-парад тоже как любитель кофе я уже говорила если я каждый раз буду пить полутора чайными ложками сахара который почему-то вообще не сладкий в последние стал обычно сахар стал последнее вообще не сладким поэтому один пакет фит-парада мне хватает и так есть четыре кружки кофе бы выпивала в день не об 6 чайных ложек сахара уходила просто поэтому я пью фит-парад сироп из капинамбура это мой способ подсластить кашку например или полить блинчик у меня лимон ну и скажу вам что с клюквой гораздо вкуснее то есть я например блинчики для овсяные блинчики люблю вас каким-то сиропчиком подсластить но не фит-парадом же блин например посыпать обычный блинчик даже диетически правильно вот еще хочу как не попробовать взять варенье без сахара такие диетические варенья обязательно как-нибудь доеду и наберу себе этих вареньев чтобы вот так же блинами их кушать вот но это пока все что на сегодняшний день у меня есть холодильнике смотрите я буду делать сейчас на ужин рулет из лаваша у нас лаваш здесь по моему два штуки да здесь два штуки масса общая 320 грамм я буду брать половину то есть разделить на половину это получается 360 грамм а я буду брать еще половину это получается 80 грамм исходя из 80 грамм мы посчитаем калорийность этого лаваша вот заворачивать не буду грудку шпинат помидор огурец соус мой с огурцом и белым йогуртом лучок вот а саша заверну колбас с колбаской такой же рулетик и с майонезом естественно саша с майонезом вот у меня даже меньше получилось чем половинку мне этого хватит завернуть я надеюсь саша вот побольше еще кусок они оттяпала она очень любит у нас лаваш вот какая короче фигня получилась все развалилась экономила на лаваши лучше бы не экономила лучше бы уже поел и этот лаваш это короче можно только вот так есть это развалится ребят ну это очень вкусно со шпинатом прям офигенный просто рулетик получается вот прям совету всем доброе утро у меня сегодня завтра такой же как вчера только пачка гранола другая это с семечками в общем размочила я ее где-то 100 миллилитров молока и где-то миллилитров 70 йогурта и кофе так что завтраком сегодня мы едем на дачу там будет шашлык и все дела это для меня самое настоящее испытание и я не уверена что я его пройду достойно я живой человек я тоже хочу и миска и все такое так что поедем нарушать диету в общем пикник прям в лучших традициях я прям даже обрадовалась что такое диетическое сейчас все от грибочки на гриле положали сейчас у перчик пожарим на гриле и кабачок еще у нас на грею короче супер диета шашлык мужикам нам курица будет чуть попозже так что считай диету то я и не нарушила может чуть больше по калориям съем чем хотелось бы но тем не менее все не страшно вы на празднулись день рождения едем домой и так красиво птички поют обалденно не знаю слышно или нет вокруг практически будет так здорово вот на семейство что съездили на дачу вчера это было уже теперь отдохнули отлично ездили на электричке своим кодом без машины поэтому позволили себе немножко сможем расслабиться и выпить пиво ну как бы я ничего не буду говорить о пользе о вреде при похудении алкоголь тем более ну как бы уже как получилось так получилось но взрослые люди захотели расслабиться все это не обсуждается просто по факту я как бы включают суточную норму то сколько я пути немножко но как бы пиво выпила оно конечно калорийное но конечно вредное поэтому я его добавляю и вписываю вот в целом сегодня у меня уже все отлично все уже в руки в своем бережем себя питаемся правильно и мне уже даже кажется что результаты есть потому что взвешиваться нужно каждый день в одно и то же время если это делал с утра натощак если это нужно делать с утра натощак так что может быть завтра утром вот посмотрим я опять объединяю два дня в один потому что чтобы более того содержательное получилось видео информативное ну все я с вами вообще на этом прощаюсь подпишу все итоги за день всем пока пока